Здарова, народ! С вами Кирилл Саакаст. В этом ролике поговорим про плейтный проект под названием CryptoShotdown. Разработчики залистили основной управленческий токен, посмотрим его цену. Также в игре запустили фарм на землях, то есть можно добывать токен и дальше его продавать. А как раз таки в этом ролике расскажу про все нюансы. Советую также посмотреть предыдущий обзор по данному проекту и этот ролик досмотреть до конца, потому что в конце будет небольшой розыгрыш. Ну а перед началом, по традиции, лайк подписка или комментарий для продвижения контента. Перед запуском проекта и листингом токена разработчики запускали пресейл токена КСК, то есть это их основной токен. Он шел в несколько этапов от 0.07 до 0.01 цента. Если посмотрим сейчас на DEX, какая цена токена, он колеблется в районе 0.17. Пиковое значение было 0.19, то есть это почти 2 икса. Для начала давайте посмотрим, какие вложения нужно будет сделать в игре и какая приблизительно будет окупаемость. В кнопке Land мы переходим на наше владение земель. Есть Tower, это здание, которое генерирует нам токены основные КСК раз в 12 часов. То есть по 9 токенов. Это выходит 18 токенов в сутки. Для того, чтобы нам начать зарабатывать, нужно купить это здание. То есть стоит оно 500 токенов КСК. Дальше у этого здания есть дополнительные апгрейды, которые дают больше прироста токенов. Еще есть охотничьи угодья, которые стоят 50 токенов КСК. Мы будем отправлять героя. Спустя небольшой промежуток времени он будет добывать нам разные награды. С небольшим шансом есть получить токены от 5 до 15, то есть это еще дополнительный профит, что позволяет быстрее окупаться. Но какой шанс срабатывания, честно говоря, без понятия, нужно тестировать на дистанции. Также можно получить ресурсы, которые нужны будут для защиты и лутбоксы. Лутбоксы позволяют получить различные бонусы для нашего персонажа. Оставшиеся здания в игре это несколько колодцев. Колодцы генерируют воду. Вода нужна для нашего персонажа, чтобы восполнять энергию для участия в битвах. Для того, чтобы получить воду, нам нужно будет тратить расходники в виде токенов КСК. Защитная стена нужна для того, чтобы отбивать вражеские нападения варваров. То есть это NPC, которые будут нападать периодически на наши земли. Если тратим токены, то стена будет более прочная, у нее будет больше здоровья. Снизу показана механика варваров, можно нажать. У них будет три уровня сложности. Первая неделя она будет, как я понимаю, на уровень 1 спустя неделю. Эти звезды будут увеличиваться, варвары будут сильнее, а значит их атаки будет сложнее отбивать. Если все же варварам удастся прорвать нашу защиту, они уничтожат все наши здания. Для ремонта нам потребуется потратить 60 токенов КСК. То есть нужно будет максимально стараться отбивать нападения, иначе потери будут слишком большие. Также в игре есть здания, которые позволяют более эффективно отражать нападения варваров. Это такой типа фортпост, я так понимаю, то что мы выбираем нашего героя, добавляем ресурс, который остался. Это скорее всего камень. Нажимаем старт. И после чего варварам будет сложнее нападать на наши земли. То есть будет какая-то дополнительная защита. Важный момент в игре то, что минимальный депозит это 220 токенов КСК. И тут еще идет ограничение на выводы. То есть минималка в день это 18 токенов, то есть 3 доллара. Если мы покупаем себе премиум аккаунт, мы можем выводить уже больше. Лимит, то есть у нас идет 20 баксов в день. Что стоит премиум и что он еще дает? Он работает 30 дней, стоит 10 долларов, дает дополнительную воду и больше здоровья к нашей стене. То есть если плотно развиваться в игре, как минимум премиум будет однозначно нужен. Ну и разработчики всем показывают то, что премиум аккаунт здесь это must have. Потому что вывод на 3 бакса с учетом комиссии, хоть они в БСК небольшие, но выгоднее конечно будет выводить 20 баксов, нежели там по 3 и тратить еще на этом комиссии. То есть это в принципе по всем зданиям в игре. Получается для минимальной игры нам потребуется 500 токенов КСК для того, чтобы открыть тавер. Но я буду вкладывать чуть больше, потому что хочу купить охотничьи угодья плюс 50 и еще создать гильдию. Она стоит тоже 50 токенов и дает всем участникам плюс 10% к заработку КСК токенов. Покупаются они на PancakeSwap, то есть мне нужно будет 600 токенов. Ставим проходимость от 3 до 5%, иначе транзакция может не пройти. Утверждаем в MetaMask, после чего ждем наши токены на балансе. Завел токены в игру и купил здание Тавер. Теперь раз в 2 часов буду кремить для того, чтобы получать свой профит. Примерно окупаемость такого здания составляет 27 дней. Но это на самом деле все приблизительно, потому что непонятно, как сильно будут напрягать варвары, насколько часто будут еще падать токены с вот этих охотничьих угодий. То есть нужно будет сейчас тоже это здание покупать, после чего отправляем героя, нажимаем кнопку старт, и раз в 2 часов будем получать наши награды. Если будет прокать часто токены, это конечно будет супер круто, потому что это позволит быстрее окупаться в этом проекте. Давайте еще перейдем в ПВЕ режим. У меня есть как раз таки энергия. Третий уровень я пока могу пройти, выше уже нет. Потому что там больше здоровья у вражеских NPC, там уже идет и левел 4. То есть левел 3 еще спокойно перебивается. То есть боевка простая, есть пару спешл умений и базовая автоатака. После чего накапливаем на нашу ультимативную способность, и это победа. То есть можно получить сундуки. В сундуках, насколько я видел, только пока падают гемы, не знаю будут ли там токены. То есть это нужно конечно намного больше сыграть в боев. Если перейдем во вкладку нашего героя, то есть у меня еще остался один бой до следующего уровня. Если хотим восполнять энергию, для этого нам нужно будет тратить воду. То есть нажимаем свап энергии, 10 воды, это один бой. То есть один бой по факту это 2 токена КСК. То есть это еще как бы расходники, которые нужно будет учитывать. Это в принципе по основным механикам в игре. То есть как я уже говорил, окупаемость чуть меньше 30 дней, но есть много переменных, которые пока будет сложно спрогнозировать. По механикам игры больше добавить нечего. Напомню, что как и любой плейтин проект, это высокорискованный. Взвешивайте, думайте, анализируйте. А также я сейчас сделаю гильдию Крипто Геймерс, которая даст больше фарма на 10% токенов КСК. Возможно в дальнейшем будут какие-то битвы гильдии, но пока самый яркий бонус это просто к профиту для всех участников. Еще идет ивент до 16 апреля. Если получатся какие-то призовые места, то вот этот пул просто скинул для всех участников, чтобы быстрее была окупаемость. Поэтому залетайте, гильдия будет называться Саакаст. Хотел сделать Крипто Геймерс, но тут идет ограничение до 10 символов. По поводу розыгрыша. Напишите любой комментарий под этим роликом с названием Крипто. Будет 2 победителя, они получат по 10 долларов от 5 слов. То есть все по стандарту. Пишите, что думаете в целом по проекту. Лайк, подписка и удачи!